И всем привет, ребят, с вами Строманьки, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору видеоблога и обзору информации, которая у нас появилась в нем. А появилась информация, связанная с новыми устройствами на основе дронов, которые мы сегодня вместе с вами обсудим. Буквально 10 минут назад у нас вышел видеоблог, который я уже посмотрел и готов записать видеоролик, поделиться своим мнением, ну и рассказать все, что у нас будет в игре, я так понимаю, уже на следующей неделе, уже на следующих выходных у нас появятся эти замечательные устройства на основе дронов. Обо всем по порядку, слушать я думаю, что мы не будем, появится у нас 5 новых дронов, а именно драйвер, механик, подрывник, диверсант, говорю, что у нас там еще было? Я как-то уже подзабыл устройство, драйвер, инженер, инженер, это механик, спасатель, минер и подрывник. То есть, по сути, самые ходовые интересные из них будут как раз таки спасатель и подрывник. Что касаемо драйвера, то если посмотреть на цифры по набору за силы, то вы видите разницу на 11% овердрайва, это максимально смешно, да, то есть в этом нет особо вообще никакого профита, если у вас дополнительное устройство дает такой маленький мизерный прирост, как я уже и тестировал изначально драйвера, то не вижу в этом абсолютно никакого смысла, даже в таком виде, в котором оно есть, но может быть мое мнение поменяется в дальнейшем, если это устройство сделают более жестким и интересным, но пока что мнение, какое есть, такое есть, я думаю, что оно и будет сохраняться. Дальше, что касаемо инженера, который получается у нас что? Получается, это не инженер, а механик, да? Механик, я так понимаю, или это инженер? А, нет, инженер, который дает у нас, получается, дополнительно припасы, спасатель, понятно. Ну, спасатель, я думаю, что и подрывник, это будет два самых ходовых устройства, которые реально есть смысл менять на, как раз таки, иммунитет. И подрывник, это вообще супер имба с определенными устройствами, если я сумею выбить на какой-нибудь легкий корпус, то я покажу реализацию, как это все будет дело работать уже в ближайшее время, как только появятся эти устройства. Ну, а что касаемо спасателя, то это максимально хороший подсейв дополнительный в бою, как раз таки сейв от того же подрывника, при том, что это новый усовершенствованный спасатель, который хилит полное здоровье, вне зависимости от того, какой урон наносится. Именно так сказали у нас в видеоблоге, я себе все правильно слушал, можем даже переслушать где-то тут. Да, полностью восстанавливает шкалу здоровья, поэтому это суперполезная вещь, я бы сказал. Да, ну и подрывник с теми параметрами, которые были у дрона в последнее время, это просто лютейший имба, вы видите количество здоровья, да, и здесь при этом в количестве здоровья все игроки уничтожаются в упоре, да, то есть это очень-очень сильный дамаг до 4000 урона. Дальше, самое интересное, откуда можно будет достать эти самые замечательные устройства, я говорил о том, что обязательно эти устройства должны быть в челленджах, и вуаля, Орех преподносит для нас контентик, и уже в следующем месяце в челлендже, что в первом, что во втором, будут эти замечательные устройства, не знаю, именно такие, которые здесь нарисованы, либо в каком-то другом они будут в порядке, но если верить тому, что здесь нарисовано, то у нас получается минер, да, и спасатель уже будет в первом челлендже на Крусейдер в легендарных свечениях, ну я думаю, что это просто, конечно, картинки сделаны, но все равно. В легендарном свечении в обычных контейнерах будут падать устройства, и в легендарном свечении в ультра-контейнерах будут падать устройства. Также какие-то определенные устройства будут доступны за кристаллы в магазине, но понятное дело, что все самые сильные по типу спасателя и подрывника, я думаю, что будет возможность получить только исключительно из контейнеров. Ну и это, понятное дело, что круто прокачивать, я так понял, что эти устройства не надо будет, они будут уже сразу давать максимальную пользу, ну и потихоньку их просто надо будет выбивать и становиться в игре с двумя возможными дронами. Нет никакой информации, решает ли как-то подавление, если наносить статус эффект подавления, есть ли возможность отключить этот самый замечательный дрон, либо это работает только исключительно на дрон, не работает на устройство, по этому поводу пока что инфы никакой нету, но скорее всего подавить это устройство нельзя будет, а если его подавить нельзя будет, то вы представьте, что такое подрывник, который на постоянной основе работает. Это смерть, это просто ужас, это супер жесткая имба, которая будет уносить все, что движется, поэтому в моем понимании ловкач плюс подрывник, это просто досвидание, которое будет работать очень и очень жестко. Также сказали о батарейках, о том, что уже с сегодняшнего дня у нас все переместили в устаревшие недельные контейнеры, обычные контейнеры, и ультраконтейнеры больше не имеют батареек в своем арсенале, ну и что касаемо дронов, то дроны удалены из продажи, пока что из игры полностью они не удалены, но скорее всего будут удалены уже на следующей неделе, и на следующей неделе будет вот как раз таки этих новых пяти устройств на корпуса на основе дронов, и цена на пять, получается, дронов у нас стала меньше в определенное количество раз, то есть каждый теперь дрон стоит по 20 тысяч, из перечисленных, а именно ловкач, диверсант, механик, защитник и бустер, и все они теперь открываются тоже с довольно маленького звания, сержант-майора, поэтому если у вас есть интерес в покупке этих дронов, то сейчас вы их сможете приобрести даже со скидкой, уже завтра, в субботу, скидка у нас на все это дело будет. В целом, что я могу сказать, повлияет ли в лучшую сторону эти изменения? В моем случае, наверное, да, в случае игроков, которые не так хорошо разбираются в игре, и не так быстро будут выбивать эти устройства, ну, наверное, не так круто, да, и подрывник, например, это новые определенные проблемы для игроков, тот, кто понимает, как это дело будет работать, будет за счет этого выигрывать очень многое, а вот тот, кто не шарит, не рубит фишку, у того будет, я думаю, что в этом плане определенные проблемы. С точки зрения разнообразия будет больше вариативности, ну и, скорее всего, можно будет придумать какие-то новые фишки, новые комбины, которые будут очень жестко смотреться в рамках нашего матчмейкинга. Поэтому для меня это определенный интерес, но посмотрим, насколько этот интерес будет жесткий, насколько этот интерес будет оправданный, да, пока что на бумаге выглядит неплохо, как оно будет на самом деле, посмотрим, когда это все дело выйдет. Но то, что все это дело можно выбить из контейнеров, из обычных, из ультраконтейнеров, не в каком-то красном свечении, а в обычных золотых, то это, конечно, круто, и это меня не может не радовать. Поэтому я, в принципе, этому всему делу рад и доволен. Ждем выхода всех этих замечательных устройств. Пишите, согласны ли вы с моей точки зрения по поводу имбы, какие устройства, на ваш взгляд, будут самые сильные, ну и как вы вообще к этому всему делу относитесь. Напишите, будет интересно почитать, поддерживайте данное видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики, ну и также не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов, по моему личному тегу, тегу TeamP, который можно установить в настройках игры. Проходит сейчас розыгрыш, поэтому оформляйте мой тег, дальше оформляйте покупки в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании, и вообще в принципе вся подробная информация по этому поводу в описании имеется. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Пока!